Жители Самарской области преодолели кросс-нации на базе спортивного центра «Чайка». На старт вышли порядка 20 тысяч человек. В спортивном празднике могли принять участие все желающие для каждого возраста и уровня подготовки. Своя дистанция. Юлия Север о самом массовом забеге года. Самара бежит со всей страной. В этом году кросс-нации объединил 85 субъектов Российской Федерации. Наша область по числу участников занимает одну из лидирующих позиций. На старт вышло порядка 20 тысяч человек. И совсем малыши, и пожилые люди. Но основная часть, конечно, молодежь, школьники и студенты. Большое количество людей, новые знакомства. И тем более большое количество людей, которые участвуют. И они тоже хотят узнать, смогут ли они пройти эту дистанцию или нет. Первыми на старт вышли самые маленькие участники акции. Преодолели 300 метров. Всего 7 раз стартер начала соревнования. Для любителей дистанция 2,4 километра. Для профессионалов маршрут посложнее. 6, 8, 12 километров. Вот все девчонки, мальчишки, участники сегодняшних стартов зажглись. Зажглись твои идеи массового спорта, профессионального спорта. Всегда от чего-то люди стартуют. Как правило, стартуют от массовых каких-то забегов. А это уже финишируют участники массового забега на 2018 метров, приуроченного к чемпионату мира по футболу. Забег очень хорошо прошел. Мне он очень понравился. В общем, буря, эмоции, энергии. Но после финиша как-то уже очень плохо. Результатами довольны? Да. Не для победы. Участие ради. Кросснация – соревнования, где самое главное – хорошее настроение и ощущение причастности к большому празднику. Кто-то принять участие решил в последний момент. Заявку можно было подать и в день соревнования. Есть и те, кто к событию готовились основательно. 15 килограмм скинул. Ну, каждый день 15-20 километров – это мое. И по дороге все грибы забираю. Помимо забегов, гостей праздника развлекали конкурсами, творческими выступлениями. Каждый желающий мог сдать нормы ГТО и принять участие в мастер-классах. Юлия Север, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.